4 февраля ежегодно наша планета встречает Международный Всемирный день борьбы против рака. Диагноз Рак – это трагедия для любого человека. И каким бы человек сильным ни был, одному ему с этой бедой справиться невозможно. В 2016, 2017, 2018 годах Всемирный день борьбы против рака проходил под лозунгом «Мы можем, я могу». В 2019 году Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями проводится под девизом «Рак – не приговор». Онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смерти во всем мире. По статистике в мире примерно одна из каждых 8 смертей вызвана раком. Одним названием рак называют множество болезней. Смысл названия рака – это результат неуправляемого размножения аномальных клеток, которые используют ресурсы организма для своего распространения по телу человека. Следует отметить, что только очень небольшой процент раковых заболеваний, менее 5%, имеют генетическую связь. Поэтому не верьте, что раковые заболевания являются генетическими. Даже если в какой-то семье были случаи раковых заболеваний, то это не таинственный ген, передается по наследству от родителей. Передаются гены, которые определяют активность фермента, скорость детоксикации вредных веществ в печени и другие особенности организма. К основным причинам возникновения рака относятся физические факторы – это канцерогены, такие как ультрафиолетовое ионизирующее излучение. К химическим канцерогенам относятся компоненты табачного дыма, загрязнители пищевых продуктов, загрязнители питьевой воды. К биологическим канцерогенам относятся инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами. Причинами возникновения рака является работа на вредном производстве, неблагоприятная экологическая ситуация, а еще ожирение увеличивает риск развития рака. Кроме того, сон должен быть не менее 6 часов в день. Исследования показали более высокий риск рака у тех, кто работает в ночные смены. Достаточный сон – это самое недооцененное преимущество действенной профилактики рака, о котором почему-то очень мало говорят. Давайте поговорим о возможности каждой клетки нашего организма. Здоровые клетки имеют встроенную возможность самораквидироваться. Научное название этого процесса – апоптос, самоубийство клеток. Этот процесс, при котором клетка распознает, что она может принести опасность и нанести ущерб содружеству окружающих клеток, и разрушает себя, чтобы защитить остальную часть тела. В раковых клетках этот автоматический процесс отсутствует, а ученые пока так и не разгадали причину такого свойства раковых клеток. Следует знать, что существуют продукты, которые могут включать апоптос в раковых клетках, и тогда эти клетки гибнут. Таким продуктом относятся зеленый чай, ягоды, куркума, авокадо, чеснок, капуста, горький шоколад. А еще надо больше кушать продуктов, срованных с дерева, и меньше тех, которые изготовлены на производстве. Рак – это обозначение болезней, которые поражают любую часть тела. Для обозначения этих заболеваний используют такие термины, как «злокачественные опухоли» или «новообразование». Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Именно метастазы являются основной причиной смерти от рака. Основой противоопухолевой защиты организма человека является иммунная система. Главной в профилактике онкологических заболеваний является здоровление окружающей среды, улучшение качества питания и ведение здорового образа жизни. А высокий уровень иммунитета позволяет человеку довольно длительное время оставаться здоровым, даже в условиях неблагоприятной экологической обстановки. Раком болеют в любом возрасте. Самым распространенным видом рака является рак груди, рак половых органов, рак органов пищеварения, рак легкого, рак хейбонхов, рак предстательной железы, рак кровеносной и лимфатической системы, рак кожи. Статистика утверждает, что рак считается болезнью пожилого возраста. Пик заболеваемости приходится на жизненный период от 65 до 75 лет, потом она идет на спад. У детей чаще бывают лейкозы, опухоли центральной нервной системы, саркомы мягких тканей. Существует два способа раннего выявления рака. Раннее диагностирование и скрининг – систематическое проведение диагностики опухоли на ранней стадии. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапией, причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. Согласно данным онкологов, при лечении рака на ранней стадии показатель 10-летней выживаемости достигает 95% и более. Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний. Но чтобы добиться успеха в лечении, пациенту нужно доверять врачу, не обращаться к сарлатанам, которые спекулируют на его беде. В настоящее время рак – приговор. Это болезнь, с которой можно справиться и которую умеют в наше время лечить. Когда человеку сообщают о раке, его близким, приходится думать о его лечении и срочно решать массу проблем. Из-за этого вопрос об эмоциональной поддержке самых близких людей отходит на второй план. Для человека, которому озвучили диагноз, необходима и важна поддержка и присутствие близких рядом. Главный посыл – я слышу тебя, я понимаю, что тебе страшно, я буду помогать. Надо просто быть постоянно рядом, обнимать и разделять волнение, дать выговориться. Человек должен чувствовать, что у него есть поддержка, что от него не отдаляются. Его надо отвлечь от тяжелых мыслей. Возможно, он мечтает просто поехать на море и посмотреть, как летают чайки, послушать шум волны. Выполняйте его реальные желания. Ведите диалог и не закрывайтесь. Ему нужна ваша поддержка. Кроме того, практически каждый человек, чей родственник болен онкологией, сильно переживает. Порой он переживает даже больше, чем сам больной. Нам надо быть добрее друг к другу. Главное, помните, рак – не приговор. А знаете, что сказал Гиппократ? Нет излечимых болезней, излечимые люди. А еще человеческое тело само есть лекарь своих недугов. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok